Академия порядочных парней У любого музыканта, певца или рэпера наступает такой момент, когда он смотрит статистику, а она говорит ему Ваша популярность падает И тут артист понимает, что дальше его ждут годы забвения В этом ролике ты узнаешь, как некоторые из исполнителей пережили забытие и к чему в итоге пришли Список артистов у нас неполный, да и составлял его человек, походу пересидевший эпидемию в бункере Поэтому пиши свои предложения, подписывайся, ставь лайк под роликом Больше активности, больше роликов, поехали А в начале списка у нас будут те люди, которых забыли одни, но хорошо помнят другие Например, Ганфлат Он выбился на вершину благодаря этому клипу и довольно быстро спустился с нее Ибо его задачей было сделать что-то новое в индустрии Простите, это пиратская версия Флада, вот лицуха Кстати, это его свежий трек, и он на какое-то время даже залетел в топ из Спотифая А туда какое попало дерьмо не залетает В этом году Флад планирует провести небольшой тур, успехов ему А появление следующего персонажа в списке для нас решительно непонятно Ибо диджей Тейп хайпит сейчас «Будь здоров» Например, свежий сингл за полмесяца уже сумел набрать 2 миллиона просмотров на ютуб Конечно же, не такой успех, как у Гимми Делут, но да ладно Та же ситуация и с Олегом ЛСП В прошлом году он выпустил сразу два крутых альбома «Свиной рыло» и «One More City» И если еще один город был типичным альбомом в стиле Олега То рыло оказалось очень смелым мультижанровым экспериментом В котором место нашлось даже року Надо ли говорить, что Олег написал этот альбом из-за шутки одного из своих подписчиков Как только самый лучший рэпер за последние тысячи лет перестал эпатировать публику И задумался о том, где он живет Многие о нем забыли Ненадолго, конечно Конечно, в конце прошлого года он предпринял две попытки перезагрузить свой образ И если первая оказалась странным косплеем Нурминского Просто на районе я стал богатым Просто на районе я стал богатым То вторая стала точным попаданием в сознание фанатов Я в очках Луи Биттона, Тенни Рейбан Я свиста в Голливуде, Рональд Рейган А мы все волновались, что Иван по накатанной дорожке пойдет Не пошел, отчего только выиграл Вот казалось бы, каких-то 5-6 лет тому назад Оксимирон взрывал рэп-игру своими треками В частности, альбомом Горгород Там, где нас нет Горит невитанный рассвет Где нас нет Море и рубиновый закат Да и год назад он занимался популяризацией онлайн-баттлов Среди рэперского населения Я спускаюсь в Андерс, забрать все у господ Возвращаю онлайн-баттлам их проебанный спорт Пусть дворовый, но спорт... Однако, сам же забросил это дело Не выпустив трек на пятый раунд 17-го независимого Извините, в книге моей судьбы давно засалены страницы Титульный лист исписан смысл Потом от Оксимирона не было ни слуха, ни духа За исключением Фитас 25-17 И выступление в финале «Намедни» за 15-й год Чем он занимается сейчас и что планирует в будущем Никто не осмеливается предположить Почти никто Помните 17-й год? Тогда Ти-фест дважды смог мощно хайпануть Будучи подписанным на Газгольдер Однако, со временем Ти-фест стал интересовать слушателей Все меньше И меньше Однако, его полностью не забыли Он все еще на Газгольдере И все еще готов удивлять, я надеюсь Ох, как же хайпил Элджей в 18-м и 19-м Мне кажется, что 20-й год не был коронным годом Элджея Говоря по правде, фанаты Алексея Безобид Элджей один из тех исполнителей, кто силен на фитах Конечно, у Лехи есть и пара мощных сольных треков Увы, к таковым сложно отнести композиции с недавнего эпи Гилти Плэжа В 15-м году уши фанатов русского рэпа разливали следующие строчки А пару лет спустя до широких масс докатился другой трек Фараона Однако, к 20-му году Глеба стали забывать Один из его недавних релизов Альбом «Правила» оказался совершенно неинтересен Глеб хотел снять клип на один из треков этого альбома Но по личным причинам ролик не вышел Зато появилось это депрессивное видео, анонсирующее концертный тур Ну что ж, пора перейти к блогерам Кто-нибудь помнит Лиску? Ну, видеоблогер, которая переиграла и уничтожила Эдварда Атеву А потом еще мощно задисила Фейса А потом снялась в клипе, рекламирующем выборы президента России в 18-м За что получила тогда от квадратноголовой пальмы по шапке Топ-5 Кремлю хуй сосать Вскоре Лиза настолько обленилась, что около года ее канал на ютубе находился в анабиозе Сейчас, конечно, все изменилось Спасибо ТикТоку за это А что, самая лучшая соцсеть для борьбы с имеющимися приступами лени и провоцированием новых По крайней мере, Лизка теперь регулярно выпускает ролики на ютубе Кстати, как там поживает овощ? Ой, простите, осуждаем, конечно же, Эдварда Тева Просто был колоритный персонаж с прикольным прозвищем Так вот, он тоже себе завел ТикТок Уже есть миллион с лишним подписчиков Ну и еще он пытается в музыку Вот новый трек, несколько месяцев назад вышел Кого бы еще вспомнить из околоблогерской музыки? Ах да, Даню Кашина и Руслану Тушенцова Но обо всем по порядку Сейчас старые клипы Crazy Maga Hell воспринимаются как ностальгический привет из прошлого Того самого, когда Ивангай еще встречался с Марьяной Ро, а Сашу Спилберг обзывали тампоном В итоге вспоминаешь, что данный трек записывался при поддержке Дабай Лаймы И при просмотре одиозного продюсера Кирилла Калашникова Пистолеты-сталкер! Однако вернемся к Руслану Он не стесняется коллаборировать с нестандартными исполнителями Например, с инстасамкой при продакшене Славы Марлоу Ролики Руслана в последнее время это вообще что-то неописуемое Чего только стоит эпопея с тиктокером Андреем Нойлзом Первую часть которой мы считаем самым гениальным роликом 20-го Так что если вы не видели ролики Крэйзи Магахэлла То упускайте возможность получить мощный эмоциональный заряд Коллега Руслана Даня Кашин выстрелил намного позже И по праву его можно назвать одним из основоположников рэпа про аниме в России Но если не считать им автора этого трека Один из крайних клипов Дани содержит в себе кучу отсылок и негодования в сторону тиктока Который воистину заставил музыкантов и санкрайтеров стараться не ради композиции А ради тех, кто будет по нее плясать Это грустно До того, как Джонни Боя размазали на стене бара 1703 Он успел словить определенную популярность Но Оксимирон пришел на Версус с лопатой и маузером на готове Как итог, Джонни Боя пришлось исчезнуть на три года И спустя это время он вернулся Он снова стал никем Но ему уже не нужно больше ничего доказывать Он просто делает мощные треки Что подтверждает прошлогодний альбом Любителям текстов со смыслом welcome Все эти люди так или иначе пережили период забытия Кто-то с достоинством, кто-то чуть не ушел со сцены А кто-то до сих пор пребывает в неизвестности И мне хотелось бы больше узнать о таких примерах от вас Так что пиши в комментарии, кто еще был супер-супер популярным И кого просто забыли А также, как ты думаешь, в каком году все забудут про Моргенштерна? Или он уже стал культовой личностью? Пиши, что ты думаешь в комментах Обязательно делись этим роликом со своими друзьями, чтобы поностальгировать Ну а если ты хочешь вторую часть, давай наберем 25 тысяч пальцев вверх под этим роликом Подписывайся на канал и нажимай колокольчик С вами был Авика, пока! Академия порядочных парней Субтитры создавал DimaTorzok